лабораторная работа номер два то есть варианты выполнения заданий так цель в чем заключается работа написана в методических указаниях так ну и рассмотрим пример решения задачи то есть вычислить выражение y в зависимости от того какие значения принимает x который вводится с клавиатуры итак как у нас будет выглядеть соответственно программа так начинаем название программы дальше нам понадобится некоторые переменные а именно x и y который будет будут вещественного типа так и мы начинаем выполнять тему программы который всегда у нас начинается с ломбегин и заканчивается и так теперь при помощи стандартного оператора вывода выводим на экран себе комментарий так но при помощи стандартного оператора ввода вводим значение x с клавиатуры так дальше нам необходимо условия для того что здесь несколько перечислений то есть нам понадобится вложенные условия то есть несколько условий ну и осуществляем соответственно начинаем с первого при x меньше нуля так записываем условный оператор так ну и вычисляем y так используемся стандартной функцией разведения квадратов так ну и не забываем количество скобок соответственно открытых и закрытых должно соответствовать так дальше следующее условие у нас идет от нуля до десяти так ну и пишем впетление else опять условный оператор их так ввиду того что здесь необходимо два условия в языке паскали записывается через связующее ключевое условие отнести когда у будет 4 умноженное на корень квадратный используем стандартную функцию соответственно x иначе следующее условие при x больше 10 точно так же мы можем дальше не писать при x больше 10 тогда y будет вычисляться соответственно тангенс квадрат x потому что при невыполнении этого условия и соответственно этого условия у нас по любому будет выполняться данное условие поэтому мы убираем лишнюю надпись и сразу же вычисляем y что у нас будет равно соответственно тангенс синус x делить на косинус x причем все это должно быть у нас квадрате используем стандартную функцию возведения в квадрат так так ставим точку запятой так мы пишем пишем при помощи оператора вывода результат 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 который у нас получился в результате при выполнении данной программы так ну и вводим значение получаем результат соответственно соответственно при данном значении то есть можем повторить другие варианты получаем следующие значения у так теперь мы выполнили основной этап дальше мы можем продолжать в любом порядке начнем с электронной таблицы первых вставляем то что мы копировали из среды паскаль так здесь пишем параметр так здесь пишем значение и я так в параметре пишем значит нам нужно ввести x мы осуществляем вон давайте 11 поменяем посмотрим другие результаты так ну и y так теперь нам опять необходимо воспользоваться функцией если вот у нас появляется окошко так ну и чтобы было удобно так сначала в логическом выражении мы записываем все то что находится вот перед первым ифом за нажимаем на ячейку где находится значение x ставим знак меньше нуля так дальше пишем если значение истинно то что находится после зам только без y равно ставим 2 дальше умножить на синус нажимаем на x это у нас степень 2 так закрываем так значение если ложь дальше у нас еще один иф идет для этого слева в окне у нас отобразилась последняя используемая функция нажимаем на нее у нас появляется новое окошко которое мы начинаем писать следующие условия единственное но здесь стилистика написания союза двух условий и начинается сначала то есть пишем сначала по-русски и дальше открываем скобку нажимаем на значение x соответствующим ставим знак больше или равно нулю так ставим точку запятой и пишем следующее условие ставим опять нажимаем на ячейку где находится значение x ставим меньше либо равно 10 так ну и и закрываем скобку функции соответственно и связующего ключевого слова так ну и значение если истинно пишем то что находится после оператора зен то есть 4 на корень квадратный так корень пишем по-русски так скобку открываем нажимаем на ячейку где находится значение x так ну и последнее действие то есть нам нужно написать следующее выражение так опять скобки открываем синус нажимаем на ячейку где находится значение x сна деление косинус опять скобки опять закрываем еще одну скобку и возводим соответственно в квадрат ну и уже мы здесь вот видим наше значение которое мы получили среди пускай то есть 51 но 53 то есть если мы заново запустим программу проверим проверим минус единицы здесь соответственно поставим минус единицы мы получаем то же самое значение значит этап электронная таблица выполнен верно так ну и остается остается следующий этап это в данном случае у меня третий подсчет это оформление лабораторной работы так ну первым делом копируем условия задачи и сюда подставляем а вы соответственно выбираете и если у вас нету откуда скопировать так ну а теперь нам необходимо вставить формулу то есть написать систему давайте в этот раз воспользуемся редактором формул который идет 2007 года так нам нужна система ищем здесь вот мы вставляем так ну и первое на 2 синус х квадрат 2 синус минус х квадрат х квадрат 4 корень квадрат нет 6 корень в до десяти Так, ну и последнее. Tangens квадрат x. Так, вот мы набрали условия задачи. Так, следующее действие. Копируем код программы. Вставляем его. Так, и опять нам необходимо начертить блок схему. Так, начинаем со вставки нового полотна. Так, вставляем. Соответственно, начинаем со слова begin, потому что константа нету. Дальше нам необходимо ввести x. Нам необходимо поставить первое условие. Так, чуть чуть. Разширим. Нам необходимо поставить второе условие, которое будет ниже идти. Дальше нам понадобится оператор вывода. То есть, пайлограмм. Так, нам понадобится конец. И еще нам понадобится вычислительные блоки. А именно три штуки. Так, нам необходимо выполнить три вычисления. Так, опять соединяем блоки последовательного выполнения. Сначала начало, потом блок ввода. Первое условие. Если условие верно, значит выводит, вычисляет значение y. Если условие неверно, значит идет на следующее условие. Здесь опять. Если условие верно, вычисляет y. Ну, а если неверно, вычисляет другое значение y. Так, следующее. То есть, после вычисления у нас выходит все на вывод полученного значения y. т.к. Так, ну и идет. Наконец. Так, ну и соответственно поставим знак плюс в тех местах, где у нас осуществляется правильный путь. Т.к. То есть, когда у нас условие истина. Так, ну и начинаем заполнять блоки. Т.к. Так, вот значение x. Так, теперь проверяем первое условие. 姑ика. Тут заполняем роль. Т.к. Тут заполняем объекты. Ну и первое условие. Так, если условие верно. Здесь вычисляем следующее выражение. Так, если условие неверно. Переходим на другое условие. Если условие верно, здесь вычисляем данное выражение, которое идет после слова Z. Так, ну а если здесь условие неверно, то когда? Вычисляем. Подтрукты влиялся. Так, теперь здесь выводим Y. И заканчиваем дополнительную программу. Так, вот что из себя представляет блок схемы на вычислении данной задачи. Так, ну и последний этап. В данном случае четвертый. То есть не нужно защитить лабораторную работу. Так. 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 Так.